Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с организацией движения против голода представляют на телеканале Абаза ТВ еженедельный цикл передач «Школа фермера», где наши агрономы будут делиться полезными советами по ведению сельского хозяйства. Меры защиты фундука от вредителей и болезней Здравствуйте, уважаемые фермеры! Как вы видите, мы сейчас находимся в фундучном саду. Уже июль месяц, и как раз у нас в садах, в фундучных садах, появляются вредители и болезни. В первую очередь это касается коричневого мраморного клопа. Болезни на первом месте у нас в фундучных садах стоит мучнистая роса. И когда мы говорим о лечении фундука от этих болезней и вредителей, к сожалению, наши фермеры подразумевают обязательно использовать сразу же химикатами. Но они забывают о том, что существуют и альтернативные пути лечения, чтобы беречь окружающую среду, чтобы меньше заливали с нашей почвы такими концентрируемыми ядами. И поэтому я хотел бы сегодня в первую очередь сказать про ИЗР. Это интегрированная защита растений. Интегрированная защита растений – это комплекс мер для снижения численности вредных организмов с использованием физических, агротехнических и биологических методов. Их своевременное использование поможет избежать излишнего применения химикатов, опасных как для здоровья людей, так и для животных, окружающей среды и экосистемы в целом. В сегодняшнем выпуске мы продемонстрируем вам несколько абсолютно безвредных методов защиты из подручных и доступных материалов. Сетка привидений Сетка привидений Ну, если посмотрите, визуально, вот сваляка смотрится, вот как привидение, так? Вот обыкновенная синтетическая сетка, обработанная, значит, дельтаметрином. А внутри висят феромоны Феромоны, которые привлекают на себя, значит, коричневого амбраморного клопа. И вы учтите, я хочу это подчеркнуть, именно только клопа и ничего другого. Вот мы вот в таком виде вот оставляем вот в саду, на окраине сада, не в середине, на окраине. Вот эти феромоны работают в радиусе 50 метров. Так что из такого расстояния все насекомые, которые находятся в саду, прилетают, значит, к этому феромону. Одной посадки вполне достаточно, чтобы мраморный клоп закончил свое существование. Вот они работают и в дождь, и в снеге. Никакое погодное условие на работу вот этого устройства не влияет. Значит, вот одну, вы уже видите, стоит здесь. Мы как делаем? Вот, например, возьмем гектар территории фундучного сада. Вот одну мы по периметру поставили в середине, второй ставим в конце, третий справа, слева. Значит, мы охватили вот четырьмя такими устройствами, охватили один гектар. И никакого химического препарата, ну, я не ручаюсь, конечно, за грибковыми, но самый большой вред нам наносит мраморный клоп. Вот от клопа вы освободитесь без применения ядов. Кроме клопа сюда никакой насекомое не попадет, потому что нашим лечением мы поборемся не только с клопом, но уничтожаем всех полезных, существующих в наших садах энтомофауну, вот которые как раз и защищают наш урожай. Поэтому лучше еще никто не придумал. Это ловушка для ловли караеда западного непарного. Это, значит, ореховоды прекрасно знают, что это такое. Они делают, значит, отверстия прямо в стволах ореха. Их очень трудно застать, потому что они всего лишь в течение года выходят один раз. наружу, когда идет процесс спаривания. И поймать этот момент очень, очень, так сказать, сложно. Но у них тоже есть свой недостаток. Они любят спиртное. Как бы ни странно это не выглядело, но очень любят спиртное. Вот мы придумали вот такое приспособление. Вот такая бутылочка. Вот мы вырезали маленькую окошечко. Сюда заливаем, скажем, чайную ложечку спирта, столько же воды. Сверху вот накрыли мы, значит, тарелочка одноразовая, чтобы дождевая вода туда не... И, как пограничники, они будут стоять у нас в саду. Вот нам трудно понять, когда они вылетают. Но когда бы они не вылетели, да, из своих, так сказать, галереи, они в любом случае, они сдалека чуют запах спирта. И вот мы наблюдали, сколько утонувших вот этого насекомого мы обнаруживали в этих бутылках. Ну что ж, дорогие фермеры, если два способа, которые я уже продемонстрировал, не помогают, я вам предлагаю еще один способ. Называется привлечь и уничтожить. Феромоны, как я в первом случае рассказывал вам, показывал, вот это вот феромоны, которые приманивают коричневого мраморного клопа. Обычно на деревах, на липучках, когда мы для мониторинга делаем, используем один феромон. Но в данном случае на этом дереве у меня висят четыре феромона. Тем самым мы увеличиваем способность, значит, испарения данного вещества и привлечения большего количества клопа. Вот если мы возьмем один гектар территории, по периметру, вот в середине стою я ряда, в середине вешаю на одном дереве четыре феромона. Опять же, по периметру в середине, сбоку, слева, справа и в конце опять же по четыре. Всего у меня на четырех кустах висят 16 феромонов. Мы проводим ежедневный мониторинг данного сада. И как только, не обнаруживая, то большое уже есть скопление клопа на данном кусте, мы рано утром, буквально в 5 утра, крайний срок, это 7 утра, когда клопы фактически не летают, а просто передвигаются так, давайте скажем, пешком ходят, приходим и опрыскиваем вот это дерево, на котором у нас феромоны висят, и еще два куста, куст справа, куст слева. И всего на один гектар нам придется опрыскивать всего 12 кустов. Тем самым мы спасаем целый гектар от этих ядохимикатов. И с помощью мониторинга мы определяем, на какой стадии развития у нас находятся болезни и вредители. К сожалению, есть такое понятие, как экономический порог вредоносности. Если количество вредителей и болезней превышает эти нормы, хотим, не хотим, нам придется применить все-таки химические вещества. Основное, с чем мы сталкиваемся в наших садах, это в первую очередь, опять же, коричневый мраморный клоп. Это самый такой вред, который наносит нашим садам. И из болезней, это мучнистая роса, бактериальные заболевания, бактериальные ожоги. Вот с этим, в основном, мы сталкиваемся ежегодно. Из, значит, против клопа мы уже сколько лет, значит, испытали разные, значит, препараты. Но самый лучший результат дает, это бифетроиносодержащие препараты. Если не попал хоть раз на панцирь или сел на лист, который уже обработан, значит, там уже, можно сказать, что второй раз этот насекомый к нам уже не прилетит. Не меньше вреда наносят нам грибковые болезни. Вот в этом году у нас сезон был такой прохладный, и чуть поздно они проснулись, но уже на некоторых листьях появились симптомы, первые признаки мучнистой росы. Лучше медсодержащих препаратов человечество еще ничего не придумало. Я это говорю с 40-летним опытом. Препарат как сера, особенно ранной стадии, да, до начала вегетации, скажем, или после того, как начинается миграция пачкового клеша по растению. Там одним препаратом можно, значит, сделать профилактику грибковых заболеваний и убрать пачкового клеша, который тоже наносит не меньше вреда. О других проблемах, к сожалению, накопилось слишком много. Мы поговорим в следующих наших передачах. Следите за нами и учитесь вместе с нами. Доброго вам всем урожая! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...